Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Преображение» — передача для тех, кто любит Бога и желает преображения своей души. Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством и Российский государственный архив социально-политической истории 26 марта в Москве провели научную конференцию о судьбе русского казачества в XX веке. Накануне события в главном офисе Интерфакса прошла пресс-конференция, на которую были приглашены председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл, директор Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин и Верховный атаман Союза казаков России Павел Задорожный. Как никто другой, проблемы казачества понимает церковь, ибо страшный удар, который обрушился на казаков в советские годы, можно сравнить лишь с ударом по духовенству. Но русская православная церковь не менее пострадала, и вы знаете, удивительно, но как раз именно русская православная церковь и казачество наиболее в отношении других, может быть, слоев общества, наиболее смогли соорганизоваться и подняться после этих страшных лет XX столетия. И сегодня, как вы видите, развивается и русская православная церковь, успешно развивается, строятся новые храмы, монастыри, и, конечно, слава Богу, развивается казачество. Подобному мероприятию до сих пор не было аналогов. Организаторы убеждены, трагедия русского казачества должна быть осмыслена, и проводимая конференция – это только первый шаг к этому пути. Эта тема очень нас волнует. На протяжении 24 лет наши историки Союза казаков России внимательно изучали причины этой катастрофы, в которую попало казачество. Мы хорошо осознаем, что народ, который не помнит свои истории, обязательно получит артиллерийский залп из будущего. Сегодня Украина его получила. Поэтому знать историю надо обязательно. Причина геноцида казачества, причина геноцида и в целой массе всего русского народа – это был массовый геноцид. И чтобы этого не повторилось, необходимо раскрыть причины и персоналии. С самого начала гражданской войны казаки стали ведущей антибольшевистской силой. Этому способствовала политика советского руководства, с первых декретов советской власти, направленная на духовное и физическое уничтожение казаков. Начало геноциду казачества на государственном уровне положило принятое 24 января 1919 года постановление Оргбюро ЦК РКПБ. Вот что было написано в этой кровавой директиве. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. 25 марта в Большом соборе Донского монастыря митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл в сослужении казачьих духовников совершил панихиду по казакам, пострадавшим в годы политических репрессий XX века. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Но процесс возрождения немыслим без детального расследования причин геноцида казаков в XX веке. Необходима полнота информации, отсутствие белых пятен и сведение к минимуму спорных вопросов. Сегодня есть уникальная возможность, когда человек может прикоснуться, лично посмотреть, что было в истории, узнать эту правду, узнать, какой Россия была сильной и кто ее ломал, и зачем это делалось. На конференции собрались люди, неравнодушные к судьбе казачества. Многие из них переживают не только боль отечества, а семейную трагедию. Потомственные казаки по рассказам и на примерах своих предков, как никто другой, понимают, что пережило тогда казачество. «Знаете, я по происхождению терский казак. И однажды, будучи священником Никольского храма города Георгиевска, сейчас это собор, я посетил своего тогда еще живого деда родного, тоже терского казака. Но это было не задолго перед его смертью. Я никогда подобных кричей от него не слышал, и он мне сказал такие слова. Они мне врезались на всю жизнь. Если бы ты, внучек, знал, какими были терские казаки. Это были заярые казаки, которые стояли за устои народной жизни, глубоко верующие. И позвольте, я приведу тот же тот эпизод, который он мне рассказал в этом своем, можно сказать, предсмертном завещании. Когда, говорит, двинулись по железной дороге большевики на бронепоезде, казаки на лошадях с шашками поехали им навстречу. Они положили всех. Вот для меня символ расказачивания есть как раз в этом – уничтожать поголовно казаков. Практически в результате этого расказачивания около двух с половым миллионов казаков оказалось за пределами своего традиционного местопроживания. Вне Дона, вне Кубани, вне Террика и двух мест традиционного проживания. И возвратились они оттуда только в 50-е годы. На научной конференции были представлены уникальные исторические свидетельства, рассказывающие о становлении и реализации политики советского государства по отношению к казачеству, красном терроре против казаков и сопротивлении ему, участии казачества в гражданской войне. Мы должны вспомнить и о том, что именно казачество стало первой социальной и национальной группой, подвергшейся депортациям, которые позднее коснутся многих народов нашей страны. Именно казачество стало первой социальной группой, которая подверглась такого рода государственному насилию. И, между прочим, до сих пор все необходимые слова по поводу репрессий в отношении казачества, как мне кажется, сказаны не до конца. Лучшие сыны казачьей вольницы были отторгнуты от родины в изгнание и рассеяны по свету. Они составили часть русской эмиграции. И сегодня на конференцию прибыли казаки из Америки, Чехии, Казахстана, Украины и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Этим людям, которые казаки выехали, им было от 50 до 60 лет. То есть я всех видел, этих людей, это почти половина всего казачества, они были за границей. И они дожили свой век до 90-х годов и держались, придерживались и менталитета, и веры своей в этом плане. То есть они пока живы, они свидетельствовали, и они нам оставили свои предания. В заключении конференции митрополит Кирилл и директор архива Андрей Сорокин открыли выставку, на которой были представлены уникальные документы, касающиеся расказачивания и политики советской власти по отношению к казакам. Большинство этих документов было продемонстрировано публике впервые. По благословению митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла в 2012 году было создано Общество православных женщин Адигитрия. За время его существования матушками было проведено множество праздников для детей, организовано несколько городских мероприятий, а сейчас готовятся новые. На прошлой неделе в Ставропольской православной духовной семинарии состоялось ежегодное собрание Общества православных женщин Адигитрия под председательством матушки Натальи Моздор. На собрание прибыли матушки из Ставрополя и всех ближайших городов – Светлограда, Ипатова, Изобильного, Донского. Помимо такого очередного собрания, где я отчитывалась за прошедший год работы, тех мероприятий, что были проведены, мы, конечно, обсуждаем план, поскольку у нас предстоит очень традиционное, обширное мероприятие, посвященное Дню Женом Мироносец. Матушка Наталья рассказала, что в ближайшее время планируется много мероприятий. Так, на следующей неделе подобное собрание для матушек пройдет в городе Невномыске. А на Светлой Седмице 23 апреля Общество православных женщин Адигитрия совместно со Ставропольским краевым союзом женщин будет участвовать в Дне памяти Риммы Ивановой. Римма Иванова – единственная женщина в истории России, которая за свой героизм указом Николая II была посмертно награждена офицерским орденом Святого Георгия IV степени. Место ее захоронения находится на территории Андрейского собора города Ставрополя. Будет вручаться премия губернатора, служится лития здесь на могиле, литургия высокопреосвященнейшим нашим владыкой, ну и, соответственно, потом торжественное мероприятие. И, может быть, какие-то идеи для подарков, которые сегодня мы будем осваивать, они нам пригодятся, потому что у всех есть свои близкие, родные, которые хочется порадовать в эти светлые дни. И вот мы начинаем уже такой своеобразный марафон. Помимо отчета о проведении мероприятий за прошедший год и обсуждения грядущих событий, был проведен мастер-класс по украшению пасхальных яиц. В дальнейшем матушки разъедутся по приходам и поделятся своим опытом. Ведь нет ничего приятнее подарка, сделанного своими руками, тем более в такой светлый праздник, как Пасха. А пока идет Великий пост, матушка Наталья поделилась с нами, как этот период проходит в семье священника. Мы пост держим не ради каких-то диет, да, пост носит и ограничения в пище, это не диета, это духовный смысл очень большой. И если мы ограничиваем тело, да, чтобы могла душа пережить, прочувствовать, подготовиться к страстной неделе, страдания Христова, без которых, конечно, немыслимо радость Пасхи, то нельзя отвлекать соответственную душу разноплановым досугом, как театры, кино, веселительные какие-то программы. И, вы знаете, опыт показывает, что не всегда легко соблюдать второе. То есть иногда в досуге, в таком активном досуге, отказывать себе как бы тяжелее, чем даже в трапезе. Иногда в трапезе легче нести какие-то вот эти ограничения, нежели в том, что не посидеть два часа в интернете, в каком-то контакте или в фейсбуке, отказать себе в просмотре какой-то комедии. То есть еще неизвестно, что сложнее. Вот настолько это взаимосвязанные, правда, если можно так сказать, громким словом подвиги, которые нас ведут к страстной неделе, что приходится иногда тяжелее буреваться, вот с досугом бороться тяжелее. По мнению матушки Натальи, во время Великого Поста есть возможность сделать что-то своими руками вместе с близкими людьми и поговорить. Ведь зачастую у нас не остается времени на живое общение. К сожалению, сегодня, в общем-то, фактически, наверное, констатируют все, что живой контакт почему-то тяжел для человека. Приходится наблюдать даже, ну, скажем, где-то в таких культурных местах массового там сбора людей, когда вроде бы там те же молодые люди пришли в кафе или пришли в тот же театр, но в фойе стоят с телефонами и продолжают там или общаться, или играть, да, то есть потерялся смысл. Тогда ради чего вы собрались для живого вот такого общения? Неужели уже друг другу нечего сказать? Или нам уже друг с другом настолько тяжело? Или мы друг у друга вызываем какие-то эмоции непереносимые? И, конечно, от эмоций экран нас защищает. Это, в общем-то, менее эмоциональный контакт, чем живую. Вот это тревожный факт, и не хотелось бы, чтобы наши дети ушли в виртуальный контакт и забыли тепло и прелесть реального контакта. Это, наверное, самая первая задача, в том числе и великопустного этого периода. Не только смотреть на себя, но и смотреть на ближнего. Может быть, еще раз его услышать, может быть, понять. Нам очень сегодня трудно друг друга слышать и тем более понимать. Желаем вам помощи Божией и благословения на предстоящую неделю. Спаси Господь! Субтитры создавал DimaTorzok